Здарова дорогие друзья! Сегодня мы с вами проверим удачу в новенькой коробочке удачи Вечная Сага, которая стоит всего лишь 30 кредитов и имеет целых 5 предметов метовых пушек в коробке удачи навсегда. Обычно на такие коробочки удачи мы тратим примерно 30-40 тысяч кредитов, чтобы точно понять на сколько коробка удачи заряженная. Начнем с 20 тысяч и дальше посмотрим. Присаживайтесь, ребята, поудобнее и примите участие в моем конкурсе, где я разыграю среди 5 человек по 500 кредитов на ваш игровой аккаунт Warface. Чтобы принять участие, просто поставьте лайк на это видео, подпишитесь на мой канал и напишите абсолютно любой комментарий. Все итоги будут в группе ВКонтакте и на ютубе вам придут уведомления, когда отвечу на ваш комментарий. Желаю приятного просмотра. Погнали! Друзья, в описании я оставил для вас нереальную халяву. Вы сможете получить самое новое топовое снаряжение оружия. Для новичков, а также и тех, кто не заходил на свой старый аккаунт более 30 дней, работают вот такие ссылки с бонусами. Вы можете зайти в описании и сами выбрать, какие подарки вы хотите забрать. Просто переходи по желаемой ссылке, проходи регистрацию и забирай топовые подарки, которые сразу отправятся на твой аккаунт. Для новичков также работает акция, которая позволит получить удвоенные кредиты при первых пополнениях. Все эти бонусы помогут тебе создать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Какие коробки удачи с вами мы уже не открывали, ребят? И я, честно говоря, скажу, наверное, коробки удачи с золотенькими пушками, естественно, смотрятся поинтереснее. Ну, тут мы также видим именно сезонную коробку удачи, где только не золотые пушки, а какие-то скинованные. Ну, вы только посмотрите, насколько интересно действительно они выглядят. Иногда с такими пушками не очень удобно играть, как с обычными моделями. Ну, ничего страшного, ребята. Когда вы поймете, насколько эти пушки нагибают, вам уже их внешний вид не так сильно важен будет. Потому что первая наша пушка это HK433. Сейчас самая топовая штрумвинтовка за донат. Невероятная имба. Даже без модификаций с ней можно совершенно легко нагибать. А с модификациями это вообще просто невероятная палка-нагибалка. Хоть и штрумник сейчас не пользуется именно самой жесткой имбованностью. Популярностью он никогда не обделен. И всегда люди любят им поиграть. И с этой новой ячки конкретно таки люди нагибают. Дальше у нас Таурус. Это такая интересная пушка на инженера. Ты прав. Какая же еще у нас пушка могла быть на инженера? Конечно, Таурус. Который просто гнет до сих пор. Вы представляете, новое снаряжение добавили. Все равно Таурус остался топ-1. Все равно Таурус в аншоте даже штрумовика в новом снаряжении. Под шприцом все равно стреляешь ему в голову. Спокойно в жбан пробиваешь. То есть, насколько сильным сделали данное оружие, что оно пережило добавление новой брони. Я, честно говоря, мало таких пушек помню, которые вот прям переживали добавление новой брони. Обычно, если новая броня добавляется, это маленький намек. То, что, братан, скоро выйдет что-то действительно посильнее. И надо уже копить денежки. Плакали мои денежки. А, кстати говоря, коробка по 30 кредитов стоит. И у нас уже улетает 2000 кредитов. Что-то мне это не особо такие, честно сказать, нравится. Обычно мне в таких коробках удачи очень-очень везет. Вот как раз-таки я где-то 2-4 тысячи кредитов трачу. И потом начинает сыпать пушка за пушку. Последнюю коробку, которую открывал, она прям дико невероятно везучей была. Я прям столько донатов с нее повыбивал золотых. Что ж, поставил новый рекорд. Кто не видел, посмотрите в описании. Ссылку я оставлю. И таких коробок удачи много было. Но была одна коробка, которая вот конкретно была невезучей. Там, в принципе, и пушки были, знаете, вот не очень. И что-то как-то удача тоже была не очень. Я что-то не особо таки понял. Вот какой-то пранк был или что. Во! Нам выпадает первая пушка. Тут, кстати говоря, уже более-менее все читаемо. Это первая пушка пистолет. Я, кстати говоря, вот все эти коробки когда не открываю, я не понимаю, почему мне с каждой коробки начинают выпадать из-за меньшего к большему. А вот сейчас, наконец-таки, именно так и произошло. Для начала меня немножко Warface разогревает. Выдал мне маузер. До сих пор очень интересный пистолет. Я уже вижу то, что первый донат нам выпадает. Конечно, не самый лучший, который мог отсюда выпасть. Но в любом случае, я уже понимаю то, что коробочка удачи, скорее всего, не такая дерьмовая, которая была тогда. Все же в коробке удачи уже изначально лежат довольно интересные вооружения. Там изначально лежало говно, которое еще, собственно, и не хотел его подать. Короче, дабл. Такие вещи, надо просто верить. На Медика, конечно, Бинелли М2СП. Он такой себе дробовик. Да, знаете, на Медика, видите, сейчас вот такие приколы. То, что дробовик нормальный, вот только скоро выйдет. Это GeForce. Вот это, вот это нормальный дробовик из доната. Остальные, ну, плюс-минус, что-то они друг с другом похожи. Вот Сэшка сейчас, да, тоже довольно неплохая. Ну и, собственно говоря, пистолет, который до сих пор топовый. Топовый, естественно, когда-то все это заменит новый донат. Но пока что коробка удачи реально топовая. И можно с нее выбить, естественно, что-то более-менее нормальное. Правда, знаете, на такие версии я, наверное, хотел бы удачу побольше. Потому что одно дело, когда тут лежат золотые версии. И они совершенно никак не хотят выпадать. Вот после того, как какой-то конкретной суммы они начинают дропаться, то окей. Тут же немного другая ситуация. Тут у нас обычные версии пушек. И, честно говоря, если вам сказать, с 20 тысяч кредитов, скорее всего, ну, реально, по своему опыту прокачек персонажа, я за 20 тысяч кредитов спокойно все эти пушки в обыкновенных версиях с разных коробок, которые принадлежат именно им, я спокойно выбивал. Так что я не вижу смысла в данном эксперименте тратить именно больше 20 тысяч кредитов. Потому что когда есть золотая пушка, да, на золотую пушку ты можешь потратить больше 50 тысяч кредитов и... Оу, это все полностью меняет. Да, ты выбиваешь несколько золотых слов, в любом случае это приятно. А тут, ребята, нам уже второй дат выпадает. Это Таурус. И, конечно, идеальная сумма, с которой можно было бы выбить все пушки с данной коробки удачи, это, конечно же, 10 тысяч кредитов, не больше. Ну, пока что мы плоховато идем, потому что если я захочу их выбить с какой-то идеальной суммы, то у меня 3000 кредитов есть, чтобы сейчас выбить еще... Опа, подожди, смотри, как сыпать начинает. Довольно неплохо все выглядит, потому что нам всего лишь осталось выбить 2 доната. Действуем дальше по плану. Причем, ребята, какие 2 доната нам осталось выбить ОЦ и Биннелли? Честно говоря, в такой ситуации я, наверное, вообще забил бы на это все болт и остановился. Ну, давайте, ребята, проверим. Все же, если нам выпадут все 5 разных пушек, это тоже в каком-то моменте будет мой рекорд. Потому что обычно с таких коробок удачи, с небольших сумм кредитов, довольно сложно выбивать, в принципе, все пушки. Потому что, сами понимаете, много раз бывает такое, что выпадает по несколько одинаковых пушек. Нет, ничего печальнее. К сожалению, уже столько лет прошло, админы научились делать галочки, когда тебе выпадает пушка, чтобы это все дело помечалось галочкой. В каждом ролике все это дело озвучивается, администрация передается. Но почему-то очень сложно, походу, это все дело реализовать. Наверное, все-таки есть вот этот один человек, который пишет, не надо так делать, мне вообще пофигу. Я тупой, по-твоему? По-моему, да. Мне главное свои варбакса не тратить, не чините. Очень круто, если мне там, не знаю, 10 одинаковых пушек выпает, я хотя бы ее чинить не буду, не буду напрягаться. Да и вообще, ничего личного. Уже законченный урок. Это, кстати, очень забавно будет, если мне сейчас 11 тысяч кредитов не сможет выпасть две оставшиеся пушки. Я все же надеюсь, что мне за вот этого 1500 кредитов успеет выпасть две оставшиеся пушки. И все-таки приятно будет из меня выпадет пушка, которая будет повторяться. Все же, зачем пушка, которая повторяется? Оно серьезно, чуваки. Ну давайте будем более серьезными. Давайте, вот, наконец-таки, Сереге повезет. Вот, Сереге выпадут пушек, которых у него нету. Они будут выпадать еще три очки от Таурус. Ну я, кстати, доволен, реально, что такие пушки именно выпали. Это прям... Это прям самый сок очки от Таурус. Да еще и пистолетик. И, говоришь, на медика бесплатную пушку прокачаешь. Ну на стайпера... На стайпера тоже сейчас бесплатная. ДВЛочка шикарная, прям отличная. Можно, конечно, попробовать ОЦ-шку. Но, чувак, попробуй все-таки лучше ДВЛку. Мне Варфей, что ли, говорит. Им просто нужны деньги. Пять коробок, ребята, нет! Нет, нет! С 10 тысяч кредитов, получается, нам получилось выбить всего три пушки. Что я считаю, очень-очень слабый эксперимент. Все-таки, я считаю, за 10 тысяч кредитов лучше попытать свою удачу в обыкновенных коробках удачи. И оттуда выбить спокойно, либо же вообще золотую даже версию, понимаете? Ну, да. А что тут думать-то? За 30 кредитов в коробке, где столько пушек, ну, я действительно рассчитываю видеть больше удачи. Эта коробка удачи вот больше подойдет для тех, кто ее открывает бесплатно. В любом случае, ее можно получать бесплатно за контракты каждый день. И если вот кому-то бесплатно отсюда выпает какая-то метовая пушка, а я уже таких даже видел, то да. Вот тут будет что-то поинтереснее. А целенаправленно заходите в эту коробку удачи, если доната у вас нихрена нет, то ну как-то странновато. Но все-таки, прошу заметить, пенели М2СП навсегда, господа. И нам остается выбить всего лишь одну пушку. Но какая удача то, что сейчас нам выпает эта самая ОЦ-шка, когда все пушки нам уже выпали. Если все-таки нам реально сейчас выпадет ОЦ-шка, я даже не знаю, поверить ли в такую удачу, то что пушки мне решили все выпасть подряд. Либо все же админы более-менее поднастроили все это дело, чтобы одинаковые версии пушек, ну не выпадали. А если нет? Все же, если ты крутишь коробку удачи и получил себе какой-то ствол, зачем тебе еще один ствол получать себе на аккаунт? Ну блин, я что-то думал, М2СП-шка уже напоследок нам выпадет. То есть я буду крутить коробку удачи, когда у меня уже есть все самые хренинные стволы с этой коробки удачи, а я что-то продолжаю крутить именно для того, чтобы просто закрыть эту коробку удачи. Все же приятно, когда ты понимаешь, что с этой коробки удачи ты получил абсолютно все награды. Вы только посмотрите, что сейчас происходит. Мне действительно по списку, друг за другом, выпали все почти пушки. Осталась только одна ОЦ-шка и все. Коробка удачи просто мертва. Я кручу и не вижу вообще никакого другого ствола. Нет одного повторяющего ствола, ни конкретно наконец-таки, чтобы мне ОЦ-шка последним выпала. И сумма уже идет действительно довольно впечатляюще. Все, это конец. Ну как это так получается, что какой уже раз я не могу завершить коробку удачи? Она просто ни в какую не хочет выдать мне последнюю пушку. А если дальше закидывать кредиты, ну это совершенно нелогичная сумма. Трат получается вот прям максимально нелогично. Ну как же я удивлен, что по одной версии каждой пушки выпало. Нет, повторяешься и кредиты у нас закончились. Конечно, коробка удачи меня еще как, блин, удивила. Благодарю вас за просмотр, дорогие друзья. Не забудьте поджать ролик своим царским лайком. Подпишитесь обязательно на канал, если вы не подписаны. Ваше личное мнение я жду в комментарии. А все нужные ссылки есть в описании к видео. Мы с вами увидимся. Всем удачи. Пока. Пока.